Субтитры создавал DimaTorzok Он говорит, не поверю, пока не вложу пальцы свои в язвы от гвоздей, пока не вложу ладонь, в ребра его, не поверю. И тут явился Господь Иисус Христос и говорит, Фома, давай палец вложи в язву мою и вложи ладонь в ребру мою, и не будь неверен, но верен. И еще Бог сказал, ты увидел и поверовал, а блаженные те, кто не видел и уверовали. Раньше я лет так 10, 15, 20, даже 25 и больше говорил, что вот мы с вами те, кто не видели и веруют, а сейчас мне приходит уже другое говорить. Мы видим и не веруем, что я имею в виду. Мы сталкиваемся со многими чудесами, которые нам являет Господь. И иконы мира точат. Сколько больных после Таинства Собор не исцеляется, неизлечимых больных. Сколько им Бог помог. Просто вот чудо свершилось. Я уж не говорю, сколько там батюшек благословил, что было то-то и то-то. Благословил, все получилось. Тоже же чудо. Это, опять же, не священник, это Бог. Бог благословит Божий. И мы это видим, это имеем. А вера, что-то у нас как-то плоховато. В церковь нам трудно прийти, трудно собраться. Лень, хочется отдохнуть, хочется расслабиться. Некогда, какие-то дела находятся, какие-то еще чего-то. И получается, мы кто? Те, кто видят, но плохо веруют. А некоторые видят и не веруют. А третья категория. Видят, но ад им дороже. Что я под адом подразумеваю? Интернет. То есть, Бог, он реальный. Он реально существует. Дьявол, сатана, себя противопоставил Богу. Он стал виртуальный. Это как свет реальный, а тень, она виртуальная. Она есть, но ее нет. Попробуйте поднимите. Попробуйте на нее оккулить. Точно так же и чистая сила. Она виртуальная. Сейчас у нас идет развитие всяких виртуальных технологий. То есть, любое зазеркалье, это есть что? Некое подобие ада. То есть, я имею в виду, что за экраном. Вот, зазеркалье, что это называется. То есть, интернет это что? Виртуальная реальность. Она есть, но его нет. И чем эта виртуальная реальность, или чем эта виртуальность занимается? Да больше всех она гавкает на церковь, и на православную церковь, и на Христа, и на священство, и на иерархию. Мы видим. А, к сожалению, молодежь читает. И у нас возникает проблема, что их трудно привезти. Трудно привезти в храм. Более того, сейчас уже мы сталкиваемся с тем, что дети маленькие, уже одержимы нечистой силой. Их очень трудно причастить. Они брыкаются там, причем силища там такая ужасная. Их очень трудно покрестить. Откуда это берется? Опять. Папа и Сма, а маме. То в сетях, то в интернетах, то еще сидели, торчали. То есть, души наши приобщились, причастились ада. Естественно, на детях это сказывается очень сильно. Причем, как снежзаком с горы. То есть, в такой-то мере, они думают, что со мной ничего не будет. То дети уже рождаются. Именно причастники этой адской виртуальной силы. И точнее, антисилы. Так вот. Сейчас многие из нас без этого не могут. И давайте посмотрим. Одни пришел с работы, сразу раз, кнопки кидает. А я по работе. Хорошо, что я по работе. О, как я по работе. Так. Вы где-нибудь видели грузчика, который пришел бы с работы, и по работе еще дома какие-то там тюки бы двигал, ящик таскал бы. Я думаю, не видно. До любой работы. Сказал, что там официантка, там набегалась в столовую или ресторанную, в кафе. Набегалась, ноги болят. А я проезжал еще дома. Давай побегаю, по работе побегаю. Просто так вообще у меня работа такая. Нет таких. Так. А значит, если мы идем в интернет, значит что? Нас он тянет, а по работе от отговорка. А сколько в сетях сидят, особенно женщины, зависают. А как же? Написала, другая ответила, или там ответил. Значит, надо опять ответить, надо опять ответить. А в итоге, а надо ли? Я же уже как-то говорил нам, для чего речь дана? Чтобы прийти к какой-то конкретной цели, к какому-то выводу прийти. А мы сейчас привыкли не говорить, а общаться. А общаются бесы в аду. Кто кого подавит. Кто больше выговорится. Потому что когда мы выговариваемся, мы заряжаемся за что-то других. Мы пытаемся с них энергию тянуть, когда я выговариваюсь. Заряжаемся. А сейчас целью говорить, слушать никто не хочет. Потому что у всех гордыня, поэтому слушать никто не хочет. У всех это говорить. А чем больше гордыни, тем меньше энергии в душе. Духовной энергии. Тем больше надо кого-то пожрать. Поэтому надо кого-то изливать свое. То есть искать дежурные уши. А в WhatsApp, а как удобно. Или там по электронке. Как удобно. Пишешь, что хочешь. Тебе отвечают. Даже картинки там каких-то посылаем. Может быть хорошие, добрые. Но с другой стороны. Мы шлем там по доброте душевной. Очень часто. Но. Сам ответ тоже требует какого-то заставления себя. То есть опять какая-то идет выкачка энергии. Поэтому я не против того, чтобы там шлем на праздник. Это хорошо. Это какой-то, ну лучше, наверное, я уж не говорю открытку написать. Но хотя бы позвонить. Это живой разговор. Так. А это уже не живой разговор, а виртуальный. Именно так бесы в аду общаются. То есть у них кто кого. Кто с кого стащит энергию. Кто в плане вампиризма сильнее. Так вот. А это тоже поглотитель веры. То что такое вера? Вера это, во-первых, довериться Богу. Довериться Богу. Нас сейчас всех обуяла гордыня, упрямство, своеволие, своенравие, самомнение, самнадеянность, самуверенность, эгоизм, чслависть, троптивость, настырность. Я лучше знаю. Я умный. Я умная. Не учите меня. В таком положении мы можем кого-то довериться? Да никогда. Даже Богу не доверимся. И что мы имеем на сегодняшний день? Мы Богу не доверяемся. И очень многие из нас, причем хотят Бога, к себе. Господи, служи мне. Я тебя просил или просила? Дай. А, не дал? Возрапщу. И вот ропот на Бога. Сейчас чем дальше, тем все больше и больше. Это что, вера? Это не есть вера. Потому что вера это довериться. А у нас никто доверяться никому не хочет. Дети не хотят доверяться родителям. Считают, что они умнее родителей. Так, жены мужьями хотят доверяться. Считают, что они умнее мужей. Подчиненные начальниками не хотят доверяться. Они лучше знают. А как же? То есть, гордыня. Если мы в мелочах не доверяемся, на том уровне, который нам Бог дал, опять же, значит, Богу мы тем более не доверяемся. И если так честно признаться, а так оно и есть. Каждый из нас живет по своему разумению, по своим понятиям. Сейчас есть научный термин. Тюремный термин по понятиям. А в науке он называется по репрезентации. Философии. Так вот, это так. До юра. Каждый живет по своим понятиям. Значит, Богу мы не доверяемся. Не доверяемся Богу. Значит, веры у нас нету. Значит, мы знаем, что Бог есть. Имеем очень часто чудеса от Бога. Видим их, сталкиваемся с ними. У других видим. А веру теряем. Вот что страшно. Фома как-то не имел веры. То есть он не то, что не имел. Он был рационалистического мышления. Вот увижу, поверю. Рационалистическое, эмпирическое. Ну ладно. Будем считать, что он мало имел веры. Увидел, поверил. Увидел, уверовал. А мы видим, знаем. И как-то от веры отпадаем. Что с нами происходит? Уж слишком окунулись, потому что нам не положено. Я не говорю, бросьте все, разбейте свои с боткона. Я не говорю. Богу можно им пользоваться. Потому что любая железяка может служить на пользу. Но нам что Бог говорит? Все мне можно, но не все на пользу. Все мне можно, но ничто не должно мной обладать. Если меня к этому тянет, значит, все, я уже раб этого. Значит, мне это уже не полезно, не нужно. Потому что, если я в чем-то поработился, значит, знаешь, я раб чего-то. Бог абсолютно свободен. И нас стал по образу свободными. И Бог нас свободно не нарушает, не вторгается. А дьявол, сам раб своих страстей, своей гордыни, первую очередь, и нас пытается сделать рабами. Поэтому, если меня что-то тянет, это уже я в сетях нечистной силой. Поэтому мы должны это понимать, мы должны с этим бороться, мы должны в этом раскаиваться, должны это продлевать. Потому что таким, если мы не будем бороться, к Богу мы не попадем. Аминь. Поздравляю вас.